Евгения Ярославская Маркон. Жизнь свою заснять на бумаге. Послесловие. И последнее. Приведу несколько фрагментов из неожиданной переписки, которая завязалась у меня вскоре после выхода биографии Евгения Ярославской в журнале «Звезда». Началось с того, что я получила из Израиля следующее письмо. Уважаемая госпожа Фригер. С огромным интересом прочел вашу публикацию в «Звезде» номер один за 2008 год. Евгения Маркон была ближайшей подругой детских и гимназических лет моей покойной матери. Многое в биографических записках Е.М. знакомо мне по рассказам матери. Отец Исаак Юлевич. Атмосфера дома Марконовной офицерской 50. Немка Бонна. Ее звали в доме Фройлен. Принципиальная голодовка Е.М. Жизнь на пайке. Ее замужество. Несчастный случай, сделавший ее инвалидом. Поездка за границу. О жизни Е.М. после возвращения я знаю очень мало. Помню только рассказ об аресте А. Ярославского. О поездке Е.М. к мужу на Соловки. Его расстреле. Ее протестном выступлении. Суде и расстреле. Знал я о бедственной голодной жизни Е.М. после возвращения из-за границы, особенно после ареста мужа, но только в общих чертах. Никогда я не слышал ни о ссылке Е.М. в Сибирь, ни о попытке организации побега А. Яс Соловков. По словам матери, Ярославского судили и расстреляли за участие в каком-то групповом нарушении лагерного режима. Кстати, ни в записках Е.М., ни в публикуемых документах об организации побега не говорится. У нас дома в Ленинграде до отъезда в Израиль в 1989 году хранились некоторые литературные произведения А. Я. Газета «Биокосмист», роман «Аргонавта вселенной», машинопись «Бродячий лектор». Фотографию Е.М. мама привезла в Израиль, она хранится у нас. Наверное, я и мои близкие единственные в мире, кто до вашей публикации помнили Е.М. и ее ужасную судьбу. Искренне благодарен вам за то, что вы извлекли из безвестия имя этой несчастной женщины. Если вас интересует то очень немногое, что я знаю о жизни Е.М., то, разумеется, буду рад сообщить вам. В любом случае, буду благодарен за подтверждение получения этого письма. С уважением и благодарностью, Е.М. Давид Владимирович Хайфа, Израиль. Завязалась переписка. Давид Йоффа прислал фотографии Евгении Ярославской, которые она прислала его маме, Берте, в 1926 году из Берлина. Воспоминания своей мамы. А также записал по моей просьбе то немногое, что сохранилось в памяти его семьи о Евгении Маркон. И переслал эти записки мне. Приведу несколько фрагментов из его писем. Отец Е.М., Исаак Юрьевич Маркон, был видным ученым и общественным деятелем. Он закончил факультет восточных языков и юридический факультет Санкт-Петербургского университета. До революции работал в публичной библиотеке. После революции доцентом Петроградского университета в 1918-1921 годах. И профессором Белорусского университета в 1922-1924 годах. Был редактором и удела Эллинского раздела 16-тонной русскоязычной еврейской энциклопедии. В 10-м томе которой ему посвящена статья. Семья Марконов была религиозной. На фоне чего антирелигиозные лекции Е.М. тоже являются разрывом с прошлым. Рассказы моей матери о Е.М. относились в основном к школьным и студенческим годам. В них упоминалась некоторая восторженность Е.М., иногда даже экзальтированность. Склонность к быстрым сиюминутным решениям. Например, Е.М. пишет. По словам матери, это произошло так. Весной 1918 года две 16-летние девушки, Е.М. и моя мать, вошли в вагон трамвая. И кто-то из пассажиров сказал в их адрес. Эти две не голодают. Они действительно не голодали. По воспоминаниям матери, голод и холод затронул их семьи только зимой 2018-2019 годов. Но Е.М. тут же в трамвае сказала матери, что она и будет принципиально питаться только пайком. Как все. Таким же импульсивным было решение Е.М. О переходе с исторического факультета, где она училась вместе с моей матерью, на философский. Под влиянием интересной лекции в вольном философском обществе, в которое они всесчали. В последний раз моя мать виделась с Е.М. в Ленинграде, уже после возвращения из-за границы. По-видимому, после ареста А.Я. По словам матери, за границей во Франции Е.М. и А.Я. оказались совершенно без средств. Бедствовали. Фактически голодали. Это подтверждается и записками Е.М., рассказом о ночлежках, благотворительной столовой и благодарностью барону Ротшильду. Возвращение в СССР в большой мере определялось бедственным и безысходным положением. По возвращению осенью 1926 года в течение почти полутора лет А.Я. продолжал свою литературную деятельность. Совершенно случайно в какой-то редакции А.Я. встретил журналиста, присутствовавшего на его докладе в Берлине. По-видимому, Сексота. Тот вначале удивился. Он не знал, что А.Я. вернулся. Но затем очень участливо расспрашивал о жизни, обещал помочь с работой, спросил адрес. И через несколько дней А.Я. был арестован. О жизни Е.М. после ареста мужа, об ее аресте, ссылке, жизни на дне и т.д. А.Я. я никогда не слышал. Знал только о ее поездке в К.Е.М., о расстреле А.Я., о каком-то протестном выступлении Е.М. и о ее расстреле. От кого шли эти сведения, не знаю. Сохранилась в памяти деталь. Кто-то передал, что перед расстрелом А.Я. крикнул «Да здравствует монархия!». Но рассказывая это, мать говорила, что в действительности он крикнул «Да здравствует анархия!». Но в передаче незнакомое слово исказили. Впервые текст «Моя автобиография» был опубликован в 2001 году в английском переводе в сборнике «Женщины в советской тюрьме». На русском языке он вышел в журнале «Звезда» в 2008 году в номере, который был приурочен в 90-летию создания ВЧК. Он получил популярность и за прошедшие с момента первой публикации 20 лет перепечатан во множестве сетевых изданий. А в 2017 году вышел на французском, затем на испанском, португальском и итальянском. Что же это такое? Моя автобиография Евгения Ярославской. Формально это процессуальный документ. Автобиография подследственной Е.И. Ярославской Марко. Именно в этом качестве текст и был приобщен к ее следственному делу. Обвинительное заключение ссылается на него как на доказательство ее преступной деятельности. Содержательно же, моя автобиография – это развернутый мемуар. Казалось бы, что этот поразительный документ не нуждается в комментариях. Героиня сама все сказала и о себе, и о своей эпохе. Но как же так случилось, что в разгар следствия, за которым почти неминуемо последует смертный приговор, находясь в строкном изоляторе, подследственная имеет возможность писать воспоминания? В первых же строках текста она сама называет побудительную причину. Пишу эту автобиографию не для вас, следственных органов. Просто мне самой хочется заснять свою жизнь на бумаге. Но почему следователь разрешил ей этим заниматься? Ведь в камере штрафизолятора на Заяцком острове без участия следователя ей просто неоткуда было бы взять бумагу, чернила и ручку. Вероятнее всего в начале следствия при заполнении анкеты арестованного либо при первом установочном допросе, на котором, как правило, подследственному задают вопросы анкетно-биографического характера, Ярославская отказалась отвечать, потребовала бумагу и чернила, чтобы собственноручно составить свою автобиографию. Это предположение косвенно подтверждается тем, что протокол, по крайней мере, одного из допросов, который содержит развернутое изложение Ярославской своего политического мировоззрения, также заполнен ее рукой. Стало быть, для Евгения Ярославской важно самостоятельно, без цензуры зафиксировать на бумаге и свои политические взгляды и рассказать о придуманной ею стратегии свержения большевизма. Таким образом, получив возможность написать автобиографию, она на неполных 40 страницах разворачивает всю историю своей недолгой жизни, включая в повествование целый ряд бытовых ситуативных портретных зарисовок и делает это по журналистке профессионально. Для кого же написан этот текст? В нем несколько раз появляется обращение к читателю. Ну, кто этот читатель? Кому обращена последняя фраза записок «Вот вам моя жизнь», «Жизнь гимназистки-революционерки», «Студентки-мечтательницы», «Рецидивистки-воровки» и «Вродящие гадалки»? Иногда, но далеко не во всех случаях, этот неопределенный читатель совпадает с формальным адресатом. Фразы вроде «Дальнейшее вы знаете» могут быть обращены лишь к следователям АГПУ. Глухое и невнятное упоминание о неких событиях, связанных со свиданием с мужем на Парандовском тракте, со ссылкой на показания их обоих, хранящиеся в Кемском ИСО, также могли быть адресованы только им. И хотя иногда она не отказывает себе в удовольствии плюнуть в морду своим официальным читателям, например, когда пишет «пристрелить как собаку» или «как чекиста» это ведь одно и то же, или делает примечания для туповатого сотрудника следственных органов это литературная метафора. В целом, это не диалог с палачами. Тогда к кому же обращается Евгения Ярославская Марко? Муж убит, соратников у нее нет, да и по большому счету никогда и не было. Связи с семьей потеряны, неведомые потомки для 29-летней яростной революционерки слишком высокая абстракция, а уголовные массы не являются для нее собеседниками. Текст «Автобиография» это монолог. После гибели мужа ей необходимо самой понять свою жизнь, свои поступки, обрести цельность в познании себя. Вот только трудно сказать, насколько ясно Евгения Исаковна осознавала, что записки эти предсмертные. Ее представления о своей участи остаются все же неопределенными. С одной стороны, она неоднократно упоминает, что судьба ее решена, что терять ей нечего, трижды цитирует фразу Александра Ярославского «Еду в Россию расстреливаться». Нами, сегодняшними читателями, текст Ярославской воспринимается как страшная и неизбежная реальность, как последнее слово перед казнью. Но для самой Ярославской казнь все же остается некой абстракцией. Ее реальность – это жизнь и борьба за свободу. Можно даже сказать, что это основной мотив всего текста – расширение собственной свободы. В каждом, постигшем ее несчастье, она находит возможность реализации самых безумных и авантюрных своих идей. Даже в аресте горячо любимого мужа она находит обретение дополнительной свободы действий. Она пишет, «Когда Александра Ярославского арестовали, я сразу пошла в шпану. Прежде меня удерживала привязанность к Александру Ярославскому. Теперь я была свободой. Конечно, я и теперь имела обязательства перед ним. Засыпавшись, я могу его скомпрометировать, но соблазн был слишком велик, и я не совладала с собой». Именно в этом поиске и обретении свободы, возможности внутреннего сопротивления в любых условиях и до самого конца и есть самая большая победа Евгения Ярославской Марковны. Фондю Малиэр 8250